Добрый день! В эфире снова программа Старый телевизор и я и ведущий Лев Новоженов. Телефон нашей студии в прямом эфире 217-45-33, телефон редакции 217-96-82 и 217-97-14. Старый телевизор начинает показ фильма «Приключения принца Флоризея». А в гостях у Львана Роженова народный артист СССР Муслим Магомаев. Первый вопрос у Муслима Магоменовича связан с моей профессией. Я давно мечтал встретиться с этим замечательным человеком в студии. Все никак не удавалось, все подбирался, подбирался. И Тамара Ильинична-Синявская здесь уже была. Спрашивал я ее и про вас, но она так уходила от ответов, все ссылалось. На своего супруга говорила, вот вы у него и спросите. И вот я спрашиваю, почему вы так редко даете интервью, почему вы сторонитесь журналистов? Такое ощущение, во всяком случае, у меня. Есть ли для этого какие-то претенды? Во-первых, я не сторонюсь журналистов. Они еще пока ничем меня не обижали. Ну, наверное, потому что я, в общем-то, не люблю тусовки. Мы с Тамарой редко появляемся в шумных компаниях. Больше домоседы. Ну, а журналисты именно подлавливают обычно нашего брата там, где много народа. Либо договариваются на какой-то день, либо прямо на месте. Но я не могу сказать, что мало. Достаточно звонять, даже иногда чересчур много. Ну, в разных газетах что-то появляется. Но в основном-то вопросы везде одинаковые. И поэтому зачастую бывает малоинтересно. И потом все равно приходится потом материал смотреть. И не только исправляться, а, в общем, переписывать все по-своему. Потому что то неправильно поймут, то что-то свое прибавляют, как это было один раз в СПИД-Инфо. Поэтому я еще раз повторяю, с удовольствием общаюсь с журналистами, но чтобы не так часто. Но осторожно. Осторожно. Когда каждый день человек маячит по телевидению и в газетах, тоже, в общем, есть другая сторона медали. Можно и надоесть. Мы, как всегда, готовились к приходу гостя. Наши телевизионные досье на Муслима Магомаева. Умир трех поколений. Муслим Магомедович Магомаев. Народный артист СССР. Родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил вокальное отделение Азербайджанской консерватории. В 1963-64 годах учился в Италии. Был солистом Азербайджанского театра оперы и балета. Член союза композиторов. Лауреат многочисленных всесоюзных и международных премий, в том числе первой премии фестиваля в Сопоте и двух золотых пластинок фестиваля в Канье. Магомедович 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 Магомедов В моем краю сторони лесной, сторони лесной. Я пою, солови лесной, солови лесной. Недалека от меня пока, но я хочу, чтобы соловили. Ты за тысячу три век, ты для меня близко. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, идут со всех сторон. Это раздается в Бухенбальде. Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей земляю. И пути взволнован эфир. Люди мира, будься зарше в крае. Берегите мир, берегите мир. Берегите, берегите, берегите мир. Итак, в студии старого телевизора народный артист СССР Муслим Магомаев. Леонид Парфенов в цикле своих исторических передач, ретро-передач, обозревая 60-е и 70-е годы, назвал вас олицетворением этой эпохи. Скажите, чем для вас они были дороги и хотели бы вы вернуться туда вот в то время? Ну, вернуться в юность, наверное, хочет каждый человек. Но каждая эпоха по-своему интересна. Поэтому уж будем подчиняться судьбе и Богу, да, мне жить в той эпохе, в которой ты в данный момент находишься. Конечно, молодым всем хочется быть, но, наверное, надо быть молодым душой, потому что я все равно душой все равно еще в той эпохе, наверное, похулиганить надо, хочется, знаете, по-настоящему. Я не знаю, помните ли вы это? Вас называли советским Мелвисом Пресли. Наверное, потому что вы были первым таким советским и странным идолом, если можно так выразиться. Говорят, что вы были даже с телягой в молодости, тянулись за западной модой. Нет, в молодости, в юности, наверное, у меня был один костюм на все случаи жизни, я не мог быть с телягой, меня не баловали, хотя я жил в семье небедной. Дядя мой занимал высокий пост, замприотца Умина был. Но меня не баловали, и правильно делали. Я вырос не из Балонгана, в общем-то, хотя, в общем, деньги трачу, когда они есть направо налево. А что касается Мелвиса Пресли, ну, был он мой кумир, как и Марио Ланца, в таком более классическом репертуаре, он в роковом. Ну, тогда мы все увлекались Ферлесом. Я учился в элитарной школе, где, не дай бог, чтобы ты увлекался эстрадой, только сугубо классикой, как и Антон Иванович Сердец, и не дай бог. Ну, даже оперетку, и то нельзя бы. Ну, тем не менее, умудрялись, знаете, на этих рентгеновских снимках, там, на костях, всяких записывали. Вот. А я вот сейчас посмотрел вместе с вами кусочек Туми Пьяча, это твистовая песня. И вот сейчас, уже оглядываясь назад, тогда я по молодости что-то так не обращал на это внимания, вот сейчас смотрю и думаю, как это мне разрешали вообще. Потому что тогда же человек стоял просто на сцене, постойте, смирно и пел. Ну, наверное, потому что уж очень высокое правительство ко мне относилось душевно, поэтому не трогали. Я помню, даже ребята, когда запрещали носить длинные волосы, идти, знаете, до плеч, бороду, усы, просили меня, говорит, Мухлим, говорит, вы отрастите чего-нибудь всяк подлиннее, чтобы, может, и нам разрешат потом после вас. Я говорю, ну нет, бороду, усы, прически не буду, катевия какая есть уже. Мы всегда придерживались строгого стиля, да, и в одежде. Старался я и до сих пор так, в общем, не люблю эти все размахайстые, ну вообще. Потом, может быть, если было бы сейчас, в мое время, мода была на именно классический стиль. И все мои коллеги, и Кобзон, и Лещенко, они и сейчас-то, в общем, так одеваются. Мы как-то привыкли, что мужчина должен быть при галстуке. Извините, может, если мне было бы лет 18, я тоже серы губы куда-нибудь себе вставил. Не без этого. Но сейчас понимаю, что, наверное, нет. Не так воспитанным просто. Условий Макоевич, вы один из немногих певцов, исполнителей, которые могут все. И в опере петь, и на эстраду выйти. Вам не хватило оперной славы? Вот как пришла в голову идея, все-таки, выйти на эстрадные подмостки? Этот переход осуществился легко или какие-то проблемы все-таки были? Почему ты меня вот этот вопрос все время? Да, все время. Да, все время. Все время. Ну, я так не слежу пристально за твоим коллегам. Одним словом, одним словом, судьба. Или не судьба, не знаю, как лучше. Я всегда говорю, что и Вишневская тоже, и Галин Павловна мне. Вот такой были оперные голосы, как вы могли вообще про меня? Ну, я отвечаю, что у меня характер такой. Может быть, я сожалею где-то, что я не стал полноценным оперным певцом. А в то же время... Все-таки вы считаете, что не стали? Ну, я поклонник, как это может ни странно звучать, я все-таки остаюсь поклонником классической музыки, конечно же. И эстраду я тоже очень люблю. Ну, и многие оперные певцы до сих пор поют. И песни Каруза, это же вовсе не оперные песни. Это настоящие эстрадные песни. В моем ланце. В повороте. Вот сейчас все три теннеры там забели. И Стрэнджерс и Индонайт, и все... Надо выбирать, чтобы все это... Я бы выбирать. Тяга к эстраде все равно есть даже у самых серьезных оперных певцов. Тем более в наше время, 20-21 век, когда много красивой музыки звучит эстрадной. Я не имею в виду попсовый уж совсем такой, для танцулик. А много действительно по-хорошему песен. Поэтому и меня тоже тянуло. Я-то, в общем, начал сразу не с оперы. Я начал сразу с неаплитанских песен, которые у нас дома оставались от моего деда. Знаете, пластинка, которой можно голову разбить. Каруза, Титаруфо, Каефей тогда, вот, оперные сцены. И до сих пор их, в общем, имена. На первом месте стоят в истории. Они тоже пели, в общем-то, очень леденькие, такие эстрадные, иногда песенки, иногда там... Ну, неаплитанские уж само по себе. Ну, неаплитанские песни не назовешь леденькими? По исполнению они легкие, но все равно это называется легкая музыка. Это же не классика, в общем. Вот. А потом есть еще одна большая проблема. Это мой характер, моя неусидчивость совершенно. Я могу увлеченно сидеть за компьютером. Без конца могу целый месяц днями проводить, там, чем-то увлекусь. Вот, чем-то, я не знаю, еще какую-нибудь игрушку там приспособить, умственную, отнюдь не... Там, игры, которые развлекаются все детишни. Ну, а мне, может, сразу же это надоест. Вот, сию секунду выбрасываю и все, и принимаю за что-то другое. В опере надо все время заниматься и больше, кроме этого, ничем не любить. Вот как... Как спортсмена. Как Тамара Ильинична. Как Синявская. У нее только опера. Больше ее в этой жизни, пожалуй, мало что интересует. Только, наверное, семья, собачка и... И вы. А в общем, она, где сейчас ее, сказать, уходи из оперы и больше ничем не занимайся, а ей больше нечем заниматься. Это ее любовь раз и навсегда. Она хоть поет кормен, но характер у нее, в общем-то, неизменчивый. Вы ревнуете ее в профессии? Ну, что вы. Как я могу ревновать ее в профессии, которая у меня тоже главной является? Все-таки это происходит, наверное, и за счет какого-то внимания к вам, женского внимания. Ну, нет. Нет. Я человек скромный в этом отношении. Я обижаюсь, когда вдруг, там, чем-то занятый не уделяет мне какого-то внимания. Я обижаюсь, но это на две минуты. У меня это быстро проходит, да и она понимает сразу, что надо. Ну, у нас собачка, которую она обожает. И собачка вообще от нее, ну, как Паша, я говорю, ходит за ней, и она с ней и сетюкается, и все. Ну, что же я должен ревновать, почему ты собачка? Не со мной, я так же его люблю. Как ее зовут? Да. Чарлик, это он. Я просто говорю, собачка, песик он называет. Почему так редко... Вот Тамара Ильична появилась на экране. А, вот и Чарлик. Да, и Чарлик, вот он. Да, да. Смечательная фотография, почти живопись. Кстати, я делал, к сожалению, она не очень... Я вот через компьютер тоже увлекся фотографией, именно цифровой. Купил себе цифровую камеру. Мне надоело, что одно время очень много было, кстати, о вашем вопросе журналистов, очень много было заявок на журналы. Там мы очень многие журналы были. И приходят мастера, долго ставят свет, что-то снимают, снимают. Потом мы смотрим на наши лица, думаем, господи, как мы еще на сцену выходим. И мне это надоело. Говорят, знаешь, давай я камеру возьму и буду. Когда вот у нас есть настроение, будем с вами сниматься. И вот я Тамаре сделал фотографию, она с Чарликом на фоне такого русского снежного леса, потрясающего в шубе. Это какой-то очень элитный журнал, сейчас женщина, что ли, что-то в этом роде. Лумен. Да, лумен. Правильно, я сказал женщину по-русски, я сразу вспомню по-английски. А они говорят, у вас нет, вы не можете увеличить ее, побольше мы хотим на первой странице. Но цифровая моя камера, она не тянет на строки, чтобы из нее делать разлетку. Можно делать просто вот эти фотографии. Так что... Я понял. У меня свое увлечение, может быть, она тоже не очень довольна, если я сижу несколько дней подряд в своем кабинете и играюсь на компьютере, там, музыку пишу, фонограммы. Тоже иногда не захожу к ней, там, по два-три часа. Так что ревности в том, что мы делаем между нами, конечно, никаких не может быть. Я понял, значит, от недовольства тем, как вас снимают, вы стали снимать сами. Видимо, от недовольства, как о вас пишут, вы решили сами о себе рассказать. Нет, нет. Да, вот эта книга, вот она. Называется она «Любовь, моя мелодия», очень хорошо изданная в издательстве «Вагрюс». Муслим Магомаев рассказывает сам о себе. Да? Да. И много времени занял этот труд? Да, в общем-то, много. Много, почти где-то около года, наверное. Потому что я после того, как книгу о Марио Ланце сделал, сам сидел и летом на даче печатал, кое-что я труди, потому что печатаю я медленно. Мне, честно говоря, надоело это занятие, как и все другие. Поэтому эту книгу я надиктовывал. Ну, что с того, что ты надиктуешь? Ты разговариваешь в одном стиле, в одной тональности. Потом, когда это читаешь, тебе уже твой разговорный язык не очень, если его просто перевести на бумагу. Поэтому пришлось то, что первый писатель сделал, потом съесть с новым редактором и все это переписать заново, почти. Кое-что, конечно, осталось. Ну, и все это вот, всякотоваясь, потому что ты все равно потом сидишь и книжку перечитываешь несколько раз, что-то выбрасываешь, какие-то предложения строишь по-другому, что-то не нравится. Кого-то ты забыл. А вспомнить все невозможно. Потом книжка написана до наших времен, до перестройки умышленно. Почему? А я не хотел, затрадивая наши дни, невольно надо будет выдаваться в политику. Я это могу делать кругу друзей неустанно, но выносить на строки свое мнение я не хочу, так же, как редко, когда я по телевидению делюсь своими взглядами на нашу жизнь, потому что ничего хорошего я не могу сказать. А в книжке я поклялся, что у меня не будут плохие люди, не будет обид, не буду я это все не смогу. Ну, что книжка останется, зачем оставлять это все? Пускай это уходит все с годами. А тем более с 20 века. А поэтому я написал все до смерти моего родителя, воспитателя, моего дяди. И на этом все у меня закончилось. Поэтому люди, которые сейчас со мной, например, общаются, ну, они не говорят, но я понимаю, что есть какая-то обида, а почему-то вот меня там не упомнил. Ну, не упомнил, потому что это уже недавнее знакомство. Я упомнил только очень старых своих друзей. У вас удивительно тихий голос в разговоре. Нет, я могу и громче вообще. Пожалуйста. Я думаю, для человека с таким мощным голосом, я вот сейчас слушаю. А вы знаете, или громко, или тихо. У меня не получает середина. Нам звонят, уже много звонят. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вначале хотелось бы поздравить вас с прошедшим праздником, Лев Юрьевич и Муслим Магомедович. Спасибо. В общем-то, я поклонник Муслима Магомедовича, мне уже почти 40. Я всегда вспоминаю, когда вот мама меня возила в садик и говорила, я тебе сделаю прическу, как у Муслимчика. В общем-то, приятно, конечно, видеть Муслима Магомедовича таким же элегантным мужчиной. И немножко, я сейчас волнуюсь, извините меня. Ничего, ничего. Я сам с Ашхабада. В общем-то, я не помню, чтобы он приезжал к нам в город. И выступал там на концертах. И почему он так редко появляется на экране? И еще один вопрос, как он относится к современной эстраде, таким музыкантам, как Шура, которые наряжаются, как новогодние елки. Конечно, хотелось бы видеть артистов эстрады таких, как Муслим Магомедович, как он говорил, Лев Лещенко и Иосиф Ковзон, чтобы олицетворяли мужское население. Были и талоном мужчин. Спасибо. Ну, сразу на последний вопрос, как я отношусь к современной эстраде. Я вспомню Леонида Осиповича, учелого-утесового, очень много мною уважаемого, прекрасного артиста. Он в доверительной беседе со мной сказал, «Муслим, мне очень нравится, как вы поете, песни мне нравятся». Ну, согласитесь, что лучше песни «Как много девушек хороших» или «Легко на сердце от песни веселых» все равно же не появились. Ну, я говорю, ну, конечно, Леонид Осипович, естественно, это классика, мы поем там что-то другое. Наверное, я точно так же не нравился этим исполнителям, хоть, на всякий случай, обо мне всегда очень много лесного говорил Клавдия Ивановна Шульженко. Она очень ко мне тепло относилась. Но вот все равно песцы того поколения, наверное, всегда порудивают тех, которые стоят уже впереди. Это музыка не та, ведут себя не так. Это испокон веков, я думаю, происходит. Поэтому то же самое в музыке, как я уже говорил, Антон Иванович сердится. Вот он и то не нравится, ему это не нравится. Поэтому каждая эпоха, сейчас уже 21 век, своя музыка. Вот сейчас Грэмми показал, например, что попса ничего не взяла. Все взяли серьезные музыканты с хорошей уже репутацией, с хорошим образованием и так далее. Поэтому не будем мы судить молодежь, она слушает то, что ей нравится, собственно. Лучше будет слушать музыку, чем что-то делать не то, что вообще уже просто природой запрещено. Поэтому будем уж не так строги к тому, что происходит. Тем более, что среди, в общем-то, песен, которые можно назвать средненькими, появляются очень хорошие песни. Ведь Алла Борисовна все-таки выбирает себе репертуар до сих пор и поет хорошие песни. Это тоже случается иногда спеть что-то такое «Панама-мама». Тоже бывает, мы тоже грешили. Например, я не могу сказать, что все, что я пел, мне безумно нравится. Может, для кого-то будет шоком, но, например, свадьбу я терпеть не могу. Песню «Королеву красоты». Это были битые шлядеры. До сих пор я ее пою. Но пою просто потому, что мне хочется приятное сделать. Очень любили. Ну, не люблю я вот эти вот цыганочные песни. Но их пою. Пою, потому что я певец. Искусство должно служить народу. Иной раз даже песни, которые нам, эстрадным певцам, не нравятся, мы все равно поем, чтобы люди получили удовольствие. Потому что они неправильно поймут, если Магомаев уйдет без свадьбы, там, со сцены. А насчет того, что мало в эфире, это долго говорить. Когда приглашают, во всяком случае, стараемся приходить. Но мы немножечко боимся телевидения, боимся того, как покажут, как споешь. Потому что в наше время, наши годы уже ответственны за то, что ты делаешь на сцене, велика. Если раньше можно было себе позволить петь немножко ниже своего уровня, что старались не делать, то сейчас выходить, например, нездоровым на сцену опасно. Могут сказать, ну, потерял голос. Недавно был юбилей у Палады Бибельоглы. Я к нему очень долго готовился. Даже сделал дома на компьютере артестровку к его песне «Азербайджан». Хотел, в общем, достойно поздравить друга детства. Но так получилось, что вот заболел. Грипп, не грипп, непонятно. Ну, такой ордзе, который у меня почти два месяца длилось. Ну, и пришлось мне отказаться идти. Я говорю, Палад, если я приду, спою плохо, под фонограмму, под плюс я практически не пою. А тем более, что у тебя на дне рождения буду петь. Под собственную запись, старую причем. Я говорю, а прийти просто так люди скажут, а чего он пришел? Что настолько заболел, что голос потерял? Или капризничает. Или капризничает. Или что-то, обиделся на что-то. Поэтому каждый свой выход надо как-то все-таки рассчитывать так, чтобы он был достоин тебя, и ты был достоин этого выхода на сцену. Поэтому, конечно, стараемся по первому Жизову на все концерты, которые транслируются по телевидению, а их немало, сейчас, знаете, как заманивают организации. У нас денег нет, чтобы вам платить, но зато будут трансляции по телевидению. Я говорю, спасибо, мы еще подумаем. Если бы не было трансляции по телевидению, может быть, мы еще и пришли. Как? Все же мечтают, чтобы была трансляция, лишний раз бесплатно выйти в эфир. Ну, мечтают мы не в том возрасте. Нам реклама не нужна, а выйти надо так, чтобы... Это молодежь, встанет. Да, там тому, кому нужна реклама, естественно. Я вспомнил, что Федор Иванович Шаляпин по поводу вызовов на бис говорил, я не пожарный, чтобы по первому вызову бросаться на сцену. Ну, мы хотим сейчас вспомнить, я хочу вспомнить одну старую актрису, у которой 24 февраля, день рождения. Правда, ее уже нет на свете, к сожалению. Родилась она давно, в 1899 году, то есть, значит, ей сейчас был бы 101 год. Это народная артистка СССР Валентина Александровна Спирантова. И вот взгляд на нее, на эту женщину, нашего корреспондента Ирины Муромцевой. Одно из удивительных явлений постреволюционной театральной жизни нашей страны, появление детских театров, до сих пор изучают театры Веды. В то время в европейской и американской печати появлялись сообщения о необычных советских театрах для детей, но не таких, где играют дети, а настоящих. Удивительно, но именно здесь фраза Станиславского «непонимание собственного амплуа и призвание» является самым сильным тормозом для дальнейшего развития актера, приобрела новое звучание. Ведь именно детские театры стали местом, где во времена всеобщего отождествления понятий «штамп» и «амплуа», последняя все-таки выжила. Правда, не все, а лишь одно – провести. Детские драматурги во главе с Сергеем Михалковым выводили на сцену советских тюзов огромное количество детских типажей, абсолютно разных и не похожих друг на друга. И маленькие, и щупленькие, с мальчаковыми фигурами актрисы играли этих мальчиков и девочек. Как раз тогда на всю страну громело имя Валентины Спирантовой. Валентина Александровна стала первонародной артисткой СССР среди актеров детских театров. Ведущая актрису ЦВП, какой она была на протяжении 30 лет, одно время даже звали в Амхат, когда там еще блистали Станиславский, Москвин, Кольчалов, но она отказалась. Слишком дорог и важен был для нее путь к этому признанию. И разве могла она забыть первые мужские роли маленькой Вали, ученица трудовой школы города Зарайска в дрампружке, свой приезд в Москву, где ее с трудом в основном из-за роста приняли в театральный техникум имени Луначарского, нынешний ГИТИС. Мы играли с ней совсем последний спектакль, это «Молодая гвардия». Она бабушку играла Пашевого, а я мало. Маленький эпизодик у нас был. Ну, молчить надо, я говорю, «Валентина Александровна, вы снимаете сейчас?» Какой снимаюсь? Плохо себя чувствую. Самые тяжелые переживания пришлись на тот период, когда в силу возраста Валентина Александровна уже не могла играть своих Ваню Солнцева, Тома Кенти, Павлика Морозова или Гарика, тогда, когда пришлось начинать все заново, менять голос, образы, игру. Актриса травести переходного периода в ролях иметь просто не могла. Из детского возраста она сразу перешагивала в возраст бабушек. Здесь ей повезло. Пришел совершенно молодой, никому неведомый Виктор Сергеевич Розов и принес свою первую пьесу «Ее друзья». Это была первая роль ее. Она играла мать-героиня. Впрочем, повезло не только ей. И еще раньше повезло театру, в котором она играла, и на подмостках которого доказало, что возраст для выдающейся актрисы не помеха. Что детский театр может стать событием в театральной жизни не только одной страны, но и всего мира. Что актрисе определенного амплуа подвластны эмоции самых сложных героев – детей. Так же, как и сложные драматические образы русской классики. Мы играли «Женитьбу» для Агафьи, она свахла. У нее умер муж неожиданно. И Иван Митчика разуговаривал ее, чтобы она отказалась отменить спектакль. Или там даже была вторая исполнительная, говорит, нет. И вот она играет в сцену, смешная, сваха, заводная, хохочет, смеется, глаза сверкают, лучистые. Отговорила, ушла за кулисы. Ну, я тоже там потом отыграла свою сцену, иду за кулисы и вижу. Там у нас скамейка стояла. Она на коленях и в голос рыдает. Напоминаю, у нас в студии народный артист СССР Муслим Мугомаев. Ну, а по ходу нашего разговора мы вспоминаем прошлое разных знаменитых актеров, актрис, события. Ну, это мой вопрос, который я очень хотел сам задать вам. Ну, телезритель звонит с тем же самым вопросом, и я передаю ему, в общем, слово для него все-таки, я думаю, это редкая возможность поговорить с великим певцом. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемый, и извините за патентику, мой любимый певец Муслим Магомедович. Вы знаете, я действительно, извините, я немножко волнуюсь, вы действительно мой любимый певец, потому что благодаря вам я не испортила свой вкус, и у меня не очень хорошее сейчас отношение к современной истрате, но я вот благодарна вам именно за то, что вы есть. Спасибо вам огромное. Но вопрос у меня не к вашему этому всем известному творчеству, а вы знаете, я, к сожалению, не могу назвать сейчас источник, но где-то я то ли читала, то ли слышала, что у вас еще есть такое пристрастие, вы увлекаетесь живописью, это правда? Да я и постучать молотком умею, и ремонт в доме такой мелкий сделать, я и в электричестве понимаю, пробки могу все там наладить. А, ну, живопись, в общем-то, как-то так случилось, что я рисовал неплохо в детстве, отец же у меня художник был, погибший на войне, в 45-м, под Берлином, и, наверное, передалось. Ну, в детстве я рисовал, в юности немножко рисовал, лепил, но потом, когда стал уже так профессионально выступать, как вокалист, решил, что, в общем, за двумя зайцами-то не надо гнаться, плохо может кончиться, поэтому я... Вот мы сейчас видим вас, да. Да, это Гюзопер Верди, портрет, ну, к сожалению, так фотография не очень красочная, поэтому тяжело тут что-то понять. Вот, там еще потом Пушкина я тоже нарисовал, я большая, у меня галерея портретов, Бетховен, Моцарт, в общем, вот Александра Сергеевича изобрели. Александр Сергеевич, кто же это стоит за фотографией? Это Таир Салахов, где же портрет, мой критик. Справа мой брат, Кемал Зейн-Алзаде, он в Швейцарии живет, бизнесмен, давно уже, со времен войны еще переехал туда. И с самой левой стороны от меня, во всяком случае, это сын, Кемал Джамал, он его назвал в честь моего дяди, потому что в свое время он к ним очень тепло отнесся, когда еще властвовал Багиров, знаете, это наместник Сталина был, тоже очень жесткая личность. Ну, тираном, диктатором трудно было назвать по сравнению с Виссарионом, чем он вообще не пересажал, там кучу народа. Ну, он был жесткий человек, не сказал бы, что жестокий, но, во всяком случае, у него работал мой дядя в аппарате. И когда Кемал с семьей, с отцом и матерью еще молодой, перебирались, когда Сталин, значит, сказал, что вы можете, подданные иранские могут покинуть нашу страну во время войны, они так и сделали, и переехали, ехали из Махачкалы, они в Дагестане живы, из Махачкалы должны были перебираться в Иран. А перебираться они должны были через Азербайджан, только можно было прямым путем. И мой дядя их приютил, что было тогда очень опасно. Он им дал ночлег, всю семью. Потом за дядей, несмотря на то, что Багиров относился к нему с большим уважением, он дядя был всегда честный, коммунист, такой, если, может, все коммунисты были такие, как мой дядя, то, может быть, что-то еще можно было от этого ожидать. Вот. И за ним послеживали одно время, за ним машина все время следила, даже после того, как они уже уехали, благополучно. И вот Джамал, в честь моего дяди, назвал сына Джамала. Если можно вернуть эту фотографию, у меня еще один вопрос. Еще раз взглянуть на Таира Салахова. Вот он. Таир. Станик, академик, профессор. Да, правда ли, что он был еще и вашим сватом? А, да. Да. Таир как-то очень быстро, мы не успели опомниться, мы все ходили так, в женихах и невестах, все встречали, что-то боялись. У меня неудачная была женитьба, потом неудачный был такой гражданский брак. И я что-то боялся, боялся. Женщина стала бояться, потому что, может, они все тут притворяются только, а потом, на следующий день после свадьбы такое устраивает. Ну, после свадьбы притворяются уже. И побаивался я, хоть мне очень Тамара нравилась, и, в общем, я был очень увлечен, влюблен. И вот как-то мы в России сидели, что ли, в ресторане, так, выпили, посидели. И вдруг он, Таир Таймурович говорит, что вы все ходите, вы так друг к другу подходите, такая пара, это, говорит, в Советском Союзе таких же не будет. Давайте, говорит, ребята, я вас поженю. Надоело мне смотреть так на вас, мы не успели А сказать, как он забрал мой паспорт, паспорт Тамары, говорит, у меня есть, говорит, там один, говорит, еврей в Союзе художников, который, говорит, горы свернет. Он, говорит, вас поженит, говорит, не надо ждать ничего. Он, говорит, такой, говорит, деятельный. Ну, я говорю, я верю, еврей, администратор. Это лучше не думать. Какой-то еврей, который что-то быстро сделал. В общем, короче говоря, он взял, я забыл, как и военное отчество, взял наши паспорта, через три дня мы уже были в ЗАГСе. И Таир как в воду глядел, в общем-то. Да? Ну? Фу-фу-фу-фу. Он шутится, я, говорит, боялся, что я как свидетель. Он должен был какой-то, там, если мы бы развелись, там, через несколько месяцев, он должен был, говорит, там, копейки какие-то заплатить штрафы. Ну, говорит, но я, говорит, видишь, как мы тебя не подвели все-таки. Обошлось. Да. Так что, ну, вот, это получилось. Ну, еще одно отступление. Сегодня, то есть 25 февраля 1912 года, 88 лет назад, родился народный артист СССР Всеволод Васильев Санаев. В 1937 году, окончив ДИК, ДИК «Спростить» работал в Амхате, затем в Театре Моссовета, в кино начало сниматься в 1938 году, умер в 1996 году в возрасте 84 лет. Ну, это личное мое мнение. Из множества потрясающих работ этого актера мне запомнилась особенно одна. Да, это его роль Сипова в кинофильме «Оптимистическая трагедия». И эта фраза, а где же, ну, он говорит там хриплым голосом, а где же наш вожачок? Итак, наша доска подчета. У нас вся жизнь искалечена. Казармой тюрьмы нас поломали. Нас зататуировали и приспиртовали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать? Чего вы ищете у нас, дамочка? Когда нам хочется только по-своему дожить век и пулю получить? Не спешим, но поторапываемся, да. Что? Я не смеюсь. Нет, нет. Да мне тоже не смешно. Что вы здесь? Да, да. Нет, это понятно. Да, да. Ну, ну, а как ваше... Да, да, что? Да, да, постараемся. Постараемся, да. Ага. А ну-ка, зайди-ка за нее. Да нет, Иван Сергеевич, не пролезь. Ну, попробуй. А вы знаете, она внутри пустая. Да. Ну-ка, наклони-ка ее. Вот, не могу одного понять, почему он взял именно святого Луку. Я, профессор, вот был в ваших краях, собирал частушки, сказочки. Угу. Собрали. Угу. И произрядное количество. Богат народ. Веками хранит свое добро, а отдает даром. Мать. Угу. Вот в этом чемодане путь золота. Могу показать, хотите? Нам ничего не надо. Ну что ж. Пожалуй, надо попросить чайку. Для вас не попросить? Нет. Про Всеволоду Васильевича Санаева хочется сказать, которому исполнилось бы сегодня 88 лет, хочется сказать словами классика, какая глыба, какой матерый человечище. Вспомнив Санаева Васильевича, возвращаемся к нашему разговору с Муслимом Богомаевым. Время мало осталось, а я этот вопрос приготовил под конец, не могу его не задать, потому что задавал его Тамаре Ильиничне, она отослала к вам. Связано все это с историей в вашей Большом театре Союза СССР. Говорят, опять же, это слухи неподтвержденные, что там ряд певцов известных, когда вы вошли в трупы Большого театра, не очень-то вас приняли. Это правда? Нет. Я не входил в трупы Большого театра. Может быть, мы пытались войти? Не пытался. Наоборот, после того, как я в дворце съездов спел Бутинвальский набард в 1962 году, за кулисы пришел человек, в ложе сидел Фурцева, Козловский, Иван Семенович, книжки я там описываю, все подробно. Пришел человек звать меня в Большой театр. Он говорит, завтра у вас прослушивание, я говорю, я не хочу. Ну, я молодой был, мне был 21 год. Я же знал, что будет. Вот то, что вы говорили сейчас, вы как в воду смотрели, как говорят. Я это все, несмотря на то, что еще был молодой, но уже не глуп. Я понимал, что я приду в Большой театр. Меня будут все учить петь. Парень из Баку. Почему ее не поучить? И мне казалось, что я не готов туда. Мне не хватит зубов на это, чтобы везде огрызаться. И мне потом еще не было опыта. Я человек скромный в этом отношении. Когда я знаю, что я что-то могу, я пойду. Но когда я в чем-то не уверен, что я вот готов, ну, мы вас научим, будете потихонечку входить в экспертуар. Я говорю, да я еще не доучился. Это было еще до Италии? До Италии. И после Италии мне хотели, в общем, уже хотели объявить во дворце съезда в Севильский Циромик, когда я уже партию приготовил в театре, чтобы уже как прослушивание такое для приема туда. Я тоже отказался, потому что предлагали мне во дворце съезда спеть без единой репетиции. А я еще в опере не пел ни разу. Авантюра такая, да? Да. Без репетиции у нас нет, у Оркестра времени на репетиции. Я говорю, извините, не хочу. Ну, и после этого, как я написал, что двери Большого театра были для меня закрыты, полка. Это не кокетство, это не каприз какой-то. А не хочу. Мне много предлагали в ролях, вплоть до того, что Зарфи предлагал роль Вронского попробоваться Вани Карениной. И мне говорят, зачем? Я не драматический актер. Понятно, что это просто имя у меня было очень такое популярное, известное, знаменитое. Так просто, чтобы Муслим Агамайев Вронский. Ну, зачем? Это слишком сложная, серьезная работа для того, чтобы я... Ни разу нигде не играв, я вдруг пошел бы на такой фильм. И правильно сделал, потому что вот сколько фильмов потом Гайдай мне предлагал, почему-то Остапа Бендера, хотя совсем... А, кстати, почему бы нет? Ну, не знаю. И потом я смотрел эти фильмы и видел, что прекрасно, что я отказался. Потому что Гомиашвили прекрасно сыграл Остапа Бендера, чуть ли не лучше всех. На мой взгляд, это мое личное мнение. Он прекрасно Лановой сыграл Вронского. Лучше я себе не могу представить. Я ему, кстати, недавно в колонном зале были. А ты знаешь, что я должен пробоваться. Он говорит, а зачем мне пробоваться? Я говорю, ну ты что же тогда поешь, что ты же не стал певцом. Я не могу отказать зрителю в удовольствии еще раз послушать певец Муслима Магомаева. Итак, поет народный артист СССР Муслим Магомаев. СССР Магомаев СССР Магомаев. СССР Магомаев. СССР Магомаев. СССР Магомаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день буквально для меня это хороший витамин роста, хотя я по возрасту так же молода, как Магомая и как Синяшка. Я училась вместе с Тамарой, мы всем курсом следили, кто же станет ее мужем. Мы очень волновались, ревновали. И когда это вдруг мы с ним Магомалов, мы с облегчением радостно вздохнули. Я желаю вам счастья, поскольку мой папа кавказец, и мы часто за столом тостами говорим, то разрешите тост в вашу честь. Эфир ваш, любовь миллионов, большой добротой наделен, по-прежнему лесного женов, в скалистые горы влюблен. Синяшка и Магомаев, вы слава и гордость страны. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам удачи, дай Бог вам счастливой весны. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам удачи, дай Бог вам счастливой судьбы. Я звоню из Зеленограда, и всего вам самого-самого хорошего. Спасибо, Иван. Хорошая эта песня, вот прощайте, скалистые горы, вот сколько ее не слушаю. Я сейчас вспомнил, сказал, что с Тамарой Синявской вместе училась, мы так часто, в общем, вдруг по телевидению кто-то выступает, политический деятель какой-то, какой-то музыкант. Тамара говорит, он, я с ним вместе училась, я с ним вместе там училась, а вот это я с ним тоже вместе училась. А сейчас вот и звонит, вместе училась, я ей говорю, слушай, ты либо училась очень плохо, либо у тебя был огромный класс, потому что кого не встретишь по телевидению, я с ним вместе училась. Или я с ним была в комсомоле, или там, или там, все ее знакомы. Так что приятно, спасибо вам за песню. Очень экспромт получился, я думаю, что вы, наверное, это быстро сделали, потому что вы, разве, объявляли в программе, что я буду в чатах. Это вот сейчас, за время эфира. Спасибо вам большое, Муслим Магомедович, за возможность поговорить с вами, встретиться в этой студии. Тамаре Лениншине, огромный привет. Спасибо, передам. Наша верность и любовь. Напоминаю, на студии, хотя все это и видят по телевизору, народный артист СССР, Муслим Магомедович. Сейчас мы начинаем демонстрировать свой фильм о приключении принца Флоризири, фильм снят в 79-м году, дежиссером Евгением Татарским. Пародия на авантюрном приключенстве жанр по рассказам Стивенсона «Современные тысячи и одна ночь». Вы увидите Олега Даля, Донат Сабанионеса, Игоря Дмитриева, Любовь Полищук и других. Я прощаюсь с вами, надеюсь, что ненадолго. До скорой встречи в эфире канала НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова